Итак, белок. Белок нужен, не секрет ни для кого, что белок нужен для наращивания мышечной массы, он же протеин. Где его брать? Потому что мышцы, все наши клетки основные состоят из аминокислот, из белка. Где же его брать? Как правило, нужно брать белок из животных источников. Почему? Потому что их аминокислотный состав наиболее близок к человеческому. Идеальным природным аминокислотным составом для человека являются яйца. Пустые куриные яйца. Они очень хорошо усваиваются, очень быстро усваиваются. Мясо, нежирное мясо, очень хорошее, полезное. Рыба, тоже хороший аминокислотный состав. Молоко. Если вы, конечно, можете его нормально переварить. Так как мы знаем, что генетически не все предрасположены к выпиванию большого количества молока из-за непереносимости лактозы. Молока и молочные продукты. Творог, например. Творог очень полезно есть на ночь, потому что там медленные углеводы. Медленные белки, в смысле. Долгоиграющие. Медленные, это значит, что они медленно поступают в кровь, медленно расщепляются. То есть на протяжении сна, чтобы ваш организм не голодал, кушайте творог. И тогда на протяжении всего сна, медленно в кровоток расщепляются аминокислоты. Попадают в кровоток аминокислоты. Что дает вам строительный материал для восстановления. Далее. Каша. Очень хороши, в принципе. Особенно гречневая. Гречневая рис. Ну, гречневая топовая, можно так сказать. Самая лучшая. Хороший белковый состав. 14 грамм. Белка на 100 грамм в сухую массу. Конечно, не идеальный состав аминокислотный. Но, чтобы улучшить состав, рекомендую всегда к кашам добавлять какой-то источник животного происхождения протеина. Например, яйца те же. Либо молочко, мясо, рыбку. Дальше. Что еще можно использовать? Протеин. Ну, протеин делают из молока, как правило. Либо из сои, либо из яиц. Это уже в зависимости от протеина. Протеин, в принципе, продукт искусственный. Но усваивается он, как правило, еще лучше, чем яйца. Поэтому, все-таки хорошо иметь протеин, если у вас есть возможность покупать протеин. Но, опять же, источники протеина должны быть разные, источники белка. Чем более разнообразны у вас питания, тем лучше, больше аминокислот, больше питательных элементов будет получать ваше тело. И спортивное питание лучше использовать в качестве добавки. Многие почему-то начинают пить протеин, как основной источник белка. Это неправильно. Это неправильно, потому что тело приспосабливается, получая таким образом белок. Оно потом начинает меньше, хуже усваивать этот протеин. Однако, повышается усвоение протеина из тех источников, которые мы получаем редко. То есть, в идеале, должны быть разнообразные источники. И мясо, и рыба, и яйца, и молочко. Молочный продукт. Кефир, творог. Кто что любит. И протеин. Так, не забывайте подписываться на канал Прокачка, ставить лайк. Итак, белок. Белок нужен, не секрет ни для кого, что белок нужен для наращивания мышечной массы. Он же протеин. Где его брать? Потому что мышцы, все наши клетки, основные состоят из аминокислот, из белка. Где же его брать? Как правило, нужно брать блог.